Наша съемочная группа во Святой Земле продолжает знакомить вас с событиями, связанными с решением иерусалимских властей проложить трамвайные пути по территории русского женского горненского монастыря. Как уже сообщалось, сестры горненской обители подали протесты в областную городскую комиссию по проектированию строительства, а также в местный совет Иудеи, и, конечно, встали на молитву. Подписать подобные протесты пришли местные жители Эйн Карема, на территории которого находится горненский монастырь. Сегодня 300 человек подали протесты. Пнина Эйн Мор рассказывает, что она живет здесь более 40 лет. Сюда, в горненский монастырь, приезжают миллионы христианских паломников, и она не может представить, как бетонный мост пройдет над золотыми куполами. И заявила, что жители Эйн Карема будут бороться, чтобы сохранить это место. Представители других христианских конфессий также обеспокоены сложившейся ситуацией. Представитель католической церкви на Ближнем Востоке сказал, «Отец Кустот также отметил, что голос христиан на Святой Земле был всегда в меньшинстве. Все церкви должны сотрудничать вместе, и средством массовой информации необходимо рассказывать о проблемных ситуациях в церкви на Святой Земле всему миру». Католики готовят свой обоснованный протест по этой проблеме. Русская духовная миссия в Иерусалиме не возражает против решения властей о строительстве трамвайной ветки до госпиталя Хадаса Эйн Карем. Но миссия не согласна с предложенным вариантом прокладки трамвайных путей. Она поручила специалисту-эксперту разработать альтернативные варианты. Айала Ранель рассказала об альтернативных вариантах и надеется, что городская и областная комиссии по проектированию и строительству внимательно отнесутся к предложенным проектам русской миссии. Советник мэра Иерусалима по религиозным вопросам Давид Корен, курирующий христианские конфессии, отказался от интервью. Наш посол Российской Федерации в государстве Израиль, господин Сергей Яковлев, подал свое письмо, официальную ноту мэру города Иерусалима. Более что предложение, которое мы предлагаем, оно взвешенное, серьезное, оно удовлетворяет все стороны, удовлетворяет местных жителей, в первую очередь нас, и больницу Хадаса, и по стоимости проекта они будут практически одинаковые с тем, что сегодня предложено. Израильские власти твердо стоят на своем. Трамвай должен пройти через Горненский русский монастырь. Заседание городской комиссии по проектированию и строительству, где будут рассматриваться протесты, состоится 10 апреля. Русское монашество просит мира Иерусалиму. В Москве открываются синагоги, еврейские школы, еврейский музей и центр толерантности. А здесь, в Израиле, идет незаконное отъятие земель у русского монастыря. Приезжающие из России архиереи и паломники также обеспокоены этой проблемой. В Россию уже многие присоединились к молитве горненских сестер. Это монастырская земля, которая просто отторвает беззаконно. Господь Хадаса, вот все это наша горненская земля. Сежина обители может нарушена быть. Его хотят очень сейчас. Прошу святых молитв. Сестры горненского монастыря встали на молитву, чтобы сберечь свою святую обитель от разрушения. И надеются, что к ним молитвенно присоединятся все православные России и других стран. Это монастыря встали на молитву. Продолжение следует...